Вызовы, наверное, традиционные для всего мира, они едины. Это и хакерские атаки, это и гарантирование того, что технологии не будут использоваться во вредоносных целях. Это вызов принципиальный, сохранение суверенитета нашего государства и всего нашего партнерства евразийского. И, конечно, это вещи, связанные с недопущением вмешательства в наши внутренние дела, чтобы мы жили со своими традициями, по своему закону, по своей конституции, так, как наш народ это выберет и решит. Поэтому понимание этого и на Западе, и на Востоке мира подчас бывает по-разному, потому что есть понятие, как двойные стандарты. Подчас Запад считает, что все, что можно ему, нельзя нам, и наоборот. И это для нас неприемлемая логика в информационном пространстве, точно так же, как и в материальном мире. И мы строго стоим за сохранением коллективно и индивидуально вот этих наших ценностей. Прежде всего, нам не надо объединяться против, дружить против кого-то. Вот этот принцип и в киберпространстве, и не в киберпространстве, он работает. Мы объединяемся ради нашего собственного блага. Киберсфера – это потрясающе, это глубокая и самая широкая часть нашей жизни. И она должна быть спокойной, стабильной. Она должна способствовать демократии нашего общества, эффективной нашей жизни и эффективной нашей работе. То есть, казалось бы, это общечеловеческие понятия, которые мы должны совместно обеспечить. Если бы на моем месте стоял экономист, он бы, безусловно, сказал, что евразийское пространство, оно тем эффективнее, чем оно больше, чем оно сплоченнее, чтобы и бизнес расширялся, и частное предпринимательство работало, и чтобы был найден правильный баланс между правами человека и обеспечением безопасности. И в этом смысле нам есть о чем говорить. И потом, мы же не враги друг к другу, мы исторические партнеры. У нас есть опыт взаимодействия, опыт понимания друг друга. И вот одна голова хорошо, а евразийская большая голова еще лучше.